всем привет мои дорогие зрители с вами евгений life play после двухмесячного отсутствия меня на канале и дома я обнаружил что у меня проблема с кулером значит два из этих четырех пластиковых креплений они полностью открепились от материнской платы и собственно я еще и обнаружил проблему то что здесь термопаста практически пересохла вот ну собственно по любому пришлось бы покупать мне термопасту ну и конечно мучиться вот с этими пластиковыми креплениями это ужасно долго нудно я в 2015 году нам учился вот уже тут даже упало крепление в общем то я не понимаю зачем в кулерах делают такие неудобные крепления кроме того вот этот вентилятор он прикрепляется вот этими проволочками да ну то есть их надо натягивать ну в общем то я не стал над этим заморачиваться в 2015 году я покупал этот кулер за 1300 рублей но собственно я решил купить новый кулер он гораздо дороже стоит немного другой марки значит кулер мастер хайпер 2012 лет турбо ну по характеристикам техническим вот они на ваших экранах собственно ненамного она отличается от предыдущего кулера да этот это устройство да собственно давайте сразу же его распакуем ненамного отличается может быть немного шум будет больше собственно в предыдущей было 30 децибел максимально максимальный уровень шума здесь 31 децибел но зато минимальная здесь 9 а в предыдущем было 18 собственно самым главным критерием для покупки нового кулера для меня было все таки удобное крепление здесь как было заявлено удобное крепление то есть все на шурупах собственно вот они креплением инструкция мы все это сделаем правда в ускоренном режиме скорее всего ну а я распаковочку пока давайте распаковочку сделаем так что тут у нас здесь здесь я не знаю что скорее всего какое-то вещество чтобы влага да не попадала или не знаю пока надо разбираться и сам кулер смотрите значит удобно упаковочка кстати в предыдущую покой в предыдущем да предыдущий кулер был не так качественно упакован как здесь так здесь у нас два штекера для материнской платы я вижу и да и кстати в отличие от предыдущего кулера здесь два вентилятора и это даже очень хорошо потому что я не раз жаловался на не не очень качественно не очень идеально охлаждение хотя конечно может быть оно и хорошее было охлаждение но время от времени все таки системный блок был горячим и мне казалось что все таки надо улучшить охлаждение собственно хорошо что здесь уже прикрепились за меня вот эти вентиляторы потому что в предыдущем кулере мне приходилось еще и самому натягивать проволочки вот эти вот неудобные но их уже отложил так здесь нам нужно будет термопасту нанести но для начала нужно будет на материнское платье сделать вот такое вот крепление так здесь нам нужно будет термопасту нанести вот это вот Ну что ж, друзья, наконец-таки я прикрепил сам радиатор к материнской плате. Это было очень сложно, на самом деле я потратил больше часа на это, потому что никак не удавалось вот эти вот металлические вставки прикрепить и с одной стороны, и с другой стороны, если вот вам видно. Вот, было тяжеловато, но с другой стороны, это лучше все-таки пластмассовых заклепок, потому что здесь я точно знаю, что вот он крепко держится. Осталось лишь только поставить сами вентиляторы. Друзья, наконец-таки я закончил с креплением кулера. Значит, проводочки, которые у меня здесь висели, я их спрятал за оперативную память, как видите. Вот, здесь, оказывается, от каждого вентилятора идет свое соединение. И был переходничок один для подключения к материнской плате, чтобы два вентилятора работали совместно. Здесь, кстати, еще я не сказал, что в этом кулере одна из функций таких 4 пин, то есть автоматическое определение мощности. Ну, вроде как так оно называется. Вот, в общем-то, давайте попробуем. Надеюсь, что я все нормально подключил. Надеюсь, что, как бы, ничего не сломал и все нормально запустится. Итак, поехали. Да, теперь у меня кулер красненький. Пока все нормально. Пока все хорошо. Кстати, уровень шума значительно ниже, чем у предыдущего кулера. Ну, я уже говорил, что здесь минимальный уровень шума 9 дБ, а максимально 31. В предыдущем кулере у меня было 18 минимально, да, и максимально 30. Ну, то есть максимально рядышком, а вот минимально значительно, значительно превосходит кулер мастера. Ну, собственно, по производительности уже нужно будет смотреть с течением времени, как оно будет, как проявит этот себе кулер. Пока я вижу, что нормально, все подсвечивается, компьютер запустился. Собственно, на этом все, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Всем желаю удачи. До новых встреч. До новых встреч.